Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев находится в командировке в Москве. Он принял участие в совещании по программе развития сельских территорий, которое провел премьер-министр страны Дмитрий Медведев. В этом году на развитие села правительство России направит более 25 миллиардов рублей. Подготовить проект программы Министерство сельского хозяйства страны намерено к 15 марта. За последние 4 года в Чувашии капитально отремонтированы более тысячи многоквартирных домов. О планах на будущее и о сложностях в работе Республиканского фонда капремонта говорили на совещании главы Чувашии и правительства республики. На капремонт многоквартирных домов в 2019 году предусмотрено более 780 миллионов рублей. Аукционы на проектирование проведены еще летом. С февраля уже начнут определять подрядчиков собственно строительно-монтажных работ. Конкурсы, кстати, позволяют не просто сэкономить средства, но и расширить список объектов ремонта. По исполнению предыдущего краткосрочного плана капитально-ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2017-2018 годы на высвободившиеся средства и полученную экономию в июле дополнительно включили в план капитального ремонта 2018 года 93 многоквартирных дома на сумму 231 миллион 700 тысяч рублей. По исполнению 139 видов работ. Работы по основному списку в основном завершены до октября 2018 года, а по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов из дополнительного списка завершились к середине января текущего года. На ближайшие три года по программе запланирован ремонт общего имущества в 740 многоквартирных домах на общую сумму 2,8 миллиарда рублей. Глава Чувашии напомнил о том, что ремонтные работы не должны причинять людям необоснованных неудобств. До начала отопительного сезона все работы по коммуникациям, все должно быть завершено. И тогда, когда уже прохладная погода и начинают коммуникации менять. Несмотря на то, что количество отремонтированного жилфонда увеличивается с каждым годом, к сожалению, растет и задолженность граждан. Сегодня это около полумиллиарда рублей. В настоящее время в суд поданы иски на взыскание задолженности на общую сумму 100 миллионов рублей. В 2018 году более 20 тысяч семей погасили задолженность. Директор фонда Капремонта отметила, что сроки выполнения работ, предусмотренные договорами, в основном выдерживались подрядными организациями.